Здравствуйте! Большинству из нас, уставших от городского шума, просто приятно оказаться за городом. Зимняя дорога при хорошем стечении обстоятельств может принести водителю массу положительных эмоций. Водитель красного автомобиля, наслаждаясь прекрасными видами природы, движется в направлении подъема. Тут он замечает, что впереди, на встречной полосе, находится автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель посочувствовал своему собрату и спокойно продолжает движение в гору. И тут он замечает, что ему навстречу выходит грузовик с прицепом, да еще и моргает фарами. Водитель легкового автомобиля пытается затормозить, но на слегка скользкой дороге это получается довольно плохо. Водитель большегруза, наоборот, ускоряется, уходит в попутную полосу, но левым краем прицепа задевает легковой автомобиль. ДТП. Кто виноват в этой ситуации? Давайте разбираться. По ходу следования красного автомобиля находится предупреждающий знак 1.14. Крутой подъем, который выставлен, как и положено, вне населенного пункта на расстоянии от 150 до 300 метров. Водитель легкового автомобиля имел хороший обзор впереди себя и отметил, что на встречной полосе находился автомобиль, производящий вынужденную остановку. Также было видно, что присутствует и встречное транспортное средство. В этой ситуации, согласно пункту 11.7 ПДД, дорогу должен уступить водитель транспортного средства, движущегося на спуск. Получается, что водитель грузового автомобиля останавливается на спуске, легковушка проезжает. Большегруз, включив соответствующие поворотники, объезжает препятствия и продолжает движение. Но в реальности произошло все так, как произошло. В этом ДТП виновным является водитель грузового автомобиля. А как же объективные обстоятельства? Многотонный большегруз на спуске по гололеду. В подобных условиях всегда необходима правильная оценка дорожной ситуации, исходя из безопасности дорожного движения. Если бы водитель легковушки остановился на подъеме, то грузовик, включив левый-правый поворотники, объехал бы спокойно препятствие, а легковушке не составило бы труда возобновить движение на подъеме. Водитель, помни, твоя жизнь в твоих руках. ДТП чаще всего строго по букве закона разбирают. Но многих ДТП можно избежать, если произвести правильное прогнозирование обстоятельств своих действий. Берегите себя, думайте прежде, чем делать. Продолжение следует...